Детская библиотека номер 9, округа Майская горка, представляет. Миша Ласкин. Рассказ Бориса Шергина. Миша Ласкин. Рассказ Бориса Шергина. Хорошо было у него в доме, до того внимательно и сердечно слушал он чужие рассказы, что многие забывали, зачем пришли, а ведь пришли послушать самого хозяина. Когда же начинал рассказывать хозяин, слушатели боялись уронить слово, потому что Борис Викторович Шергин был великий артист. Он рассказывал и смешные истории, и печальные повести, а иногда, когда уж очень просили, пел русские былины. За раскрытым окном под солнечным ветром шумели липы, пролетали автомобили, лязгали и громыхали трамваи, и странно было слышать протяжную мелодию и слова про Илью Муромца, пришедшие из древних времен. «А и ехал Илья путями дальними». Высоко на стене над головой певца висел деревянный парусный корабль. Этот корабль, вернее, модель корабля, построил отец Бориса Викторовича, «Архангельский помор, корабел, певец и художник». И сам Борис Викторович был помор, корабел, певец и художник, и только одним сердечным качеством отличался он от отца. Борис Шергин был замечательный русский писатель. Много рассказов написал он, и один из них, Миша Ласкин, сейчас перед вами. О своем детстве в городе Архангельске о своем друге Миши Ласкине вспоминает писатель. И до того хорош этот рассказ, что его могут читать и взрослые, и дети. Ведь сердце дается человеку на всю жизнь. Юрий Коваль Это было давно, когда я учился в школе. Тороплюсь домой обедать, а из чужого дома незнакомый мальчик кричит мне, «Эй, ученик, зайди на минутку!» Захожу и спрашиваю. «Как тебя зовут?» «Миша Ласкин». «Ты один живешь?» «Нет, я приехал к тетке. Она убежала на службу, велела мне обедать». «Я не могу один обедать. Привык на корабле с товарищами. Садись скорее, ешь со мной из одной чашки». Я дома рассказал, что был в гостях у Миши Ласкина. Мне говорят, «В добрый час!» «Ты зови его к себе!» Слышно, что его отец ушел в дальнее плавание. Так я подружился с Мишей. Против нашего города река такая широкая, что другой берег едва видно. При ветре по реке катятся волны с белыми гребнями, будто серые кони бегут с белыми гривами. Однажды мы с Мишей сидели на берегу. Спокойная река отражала красный облачный закат. С полдесятка ребят укладывали в лодку весла. Старший из ребят кричал, «Слушать мою команду! Через час всем быть здесь! Теперь отправляйтесь за хлебом!» И они все ушли. Миша говорит, «Это они собрались за реку на ночь. Утром будут рыбу промышлять, а домой не скоро попадут. Глупый ихний капитан не понимает, что если небо красно с вечера, то утром будет сильный ветер. Если говорить, они не послушают. Надо спрятать у них весла. Мы взяли из лодки весла и запихали их под пристань. В дальний угол. Так, что и мышам не найти. Миша верно угадал погоду. С утра дул морской ветер. Кричали чайки, волны с шумом налетали на берег. Вчерашние ребята бродили по песку. Искали весла. Миша сказал старшему мальчику, «Забрались бы вы с ночи на тот берег и ревели бы там до завтра». Мальчик говорит, «Мы весла потеряли». Миша засмеялся, «Весла я спрятал». Как-то раз мы пошли удить рыбу. После дождя спускаться с глиняного берега было трудно. Миша сел разуться, я побежал к реке. А навстречу Вася Ершов тащит на плече мачту от лодки. Я не дружу с ним и кричу, «Вася Ерш, куда ползешь?» Он зачерпнул свободной рукой глины и ляпнул в меня. А с горы бежит Миша. Вася думает, «Это драться будет!» И соскочил с тропинки в грязь. А Миша ухватил конец Васиной мачты и кричит, «Зачем ты в грязь залез, дружище?» «Да, я помогу тебе!» И до самого верху, до ровной дороги, нес Васину мачту. Я ждал его и думал, Миша только и глядит, как бы чем-нибудь кому-нибудь помочь. Утром взял деревянную парусную лодочку своей работы и пошел к Ершовым. Сел на крыльцо. Вышел Вася, загляделся на лодочку. Я говорю, «Это тебе!» Он улыбнулся и покраснел. А мне стало так весело, будто в праздник. Однажды мой отец строил корабль недалеко от города. И мы с Мишей ходили глядеть на его работу. В обеденный час отец угощал нас пирогами с рыбой. Он гладил Мишу по голове и говорил, «Ешь, мой голубчик!» Потом нальет квасу в ковшик и первому подаст Миши. «Пей, мой желанный!» Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей, но однажды я подумал, не возьму сегодня Мишку. Умею с кем поговорить не хуже его. И не сказал товарищу, один убежал. Корабль уже был спущен на воду. Без лодки не добраться. Я с берега кричу, что послали лодку. Отец поглядывает на меня, а сам с помощниками крепит мачту. А меня будто и не узнает. Целый час орал я понапрасну. Собрался уходить домой, и вдруг идет Миша. Спрашивает меня, «Почему ты не зашел за мной?» Я еще ничего не успел соврать, а уж с корабля плывет лодочка. Отец увидел, что я стою с Мишей и послал за нами. На корабле отец сказал мне строго и печально, «Ты убежал от Миши потихоньку? Ты обидел верного товарища. Проси у него прощения и люби его без хитрости». Миша захотел украсить место, где стояли корабли. Мы начали выкапывать в лесу кусты шиповника и садить на корабельном берегу. На другое лето садик стал цвести. Миша Ласкин любил читать, и то, что нравилось, переписывал в тетради. На свободных страницах я рисовал картинки, и у нас получалась книга. Книжное художество увлекло и Васю. Он писал, будто печатал. Нам дивно было, какие альбомы получаются у Миши из наших расписных листов. Книги и письмо и рисование – дело зимнее. Летом наши думы устремлялись к рыбной ловле. Чуть зашепчутся весенние капли у нас тут и разговор. Как поплывем на острова, как будем рыбку промышлять и уток добывать. Мечтали мы о легкой лодочке, и вот такая лодка объявилась в дальней деревушке у Мишиных знакомцев. Миша сам туда ходил, еще по зимнему пути. Лодка стоила недешево, но мастеру понравился Мишин разговор. Мишина желание и старание, и он не только сбавил цену, но и сделал льготу. Половину денег сейчас, половину к началу навигации. Отцы наши считали эту затею дорогой забавой, однако, доверяясь Мише, дали денег на задаток. Мы с Васей ликовали, величали Мишу кормщиком и шкипером, клялись, что до смерти будем ему послушны и подручны. Перед самой распутой зашли мы трое в рыбопромышленный музей, любуемся моделями судов. И Вася говорит, скоро и у нас будет красавитое суденышко. Миша помолчал и говорит, одно не красавито, снова править деньги на отцах. Вздохнул я. Ах, если бы нашим письмом дорисованием можно было бы заработать. Мы не заметили, что разговор слышит основатель музея, Варпаховский. Он к нам подходит и говорит, покажите мне ваше письмо и рисование. Через час он уже разглядывал наши самодельные издания. Великолепно! Я как раз искал таких умельцев. В морском собрании сейчас находится редкостная книга. Ее надо бы спешно списать и срисовать. За добрый труд получите добрую цену. И вот мы получили для переписывания книгу, стогодовалую, премудрую, под названием «Морское знание и умение». В книге было 300 страниц. Сроку нам дано две недели. Мы рассудили, что каждый из нас спишет в день 10 страниц. Трое спишут 30 страниц. Значит, переписку можно кончить в 10 дней. Сегодня, скажем, мы распределили часы работ для каждого, а на завтра с Мишей Ласкиным стряслась Аказия. Он для спешных дел побежал к отцу на судно. У отца заночевал, а ночью вешняя вода сломала лед. И началась великая распута. Сообщения с городом не стало. Люди думать, а мы с Васей делать. Давай, говорим, сделаем нашему шкиперу сюрприз. Спишем книгу без него. Так работали недосуг носа утереть. Старая книга была замысловатая, рукописная, но вздумаем о Мише, и на уме станет светло, и явится понятие. Эту поморскую премудрость втроем бы в две недели не понять, а мы вдвоем списали, срисовали в девять дней. Варпаховский похвалил работу и сказал, завтра в морском собрании будут заседать степенные, я покажу вашу работу, и вы туда приходите в полдень. На другой день мы бежим в собрание, а нам навстречу Миша. Ребята, я книгу разорил. Миша, ты не разоритель, ты строитель, пойдем с нами. В морском собрании сидят степенные, и перед ними наша новенькая книга. Миша понял, что работа сделана, и как-то весело взглянул на нас. Степенный Воробьев, старичище с грозной бородищей, сказал, молодцы, ребята, возьмите и от нас хоть малые подарочки. Старик берет со стола три костяные узорные коробочки, подает Миша мне и Васе. В каждой коробочке поблескивает золотой червонец. Миша побледнел и положил коробочку на стол. Господин степенный, сказал Миша, эта книга труд моих товарищей, не дико ли мне будет взять награду за чужой труд? Этими словами Миша нас как кнутом стеганул. Вася скривил рот, будто проглотил что-то горькое пригорькое, а я взвопился слезами. Миша, давно ли мы стали тебе чужие? Миша, отнял ты у нас нашу радость? Все молчат, глядят на Мишу. Он стоит прям как из вояния, но вот из подопущенных ресниц блеснули две слезы и медленно покатились по щекам. Старичище Воробьев взял Мишину коробочку, положил ему в руку, поцеловал всех нас троих и сказал, на дворе не Настье дождик, а здесь у нас благоуханная весна. С тех пор прошло много лет. Я давно уехал из родного города, но недавно получил письмо от Михаила Ласкина. В письме засушенные лепестки шиповника. Старый друг мне пишет, наш шиповник широко разросся, и когда цветет, весь берег пахнет розами. шиповник в H в Продолжение следует...